Сюда вагоны поступают первоначально для производства ремонта. Здесь производится их подъемка с последующим снятием комплектующих вагонов, тележек, автосцепок, тормозного оборудования, колесных пар, которые направляются в уже специализированные цеха. В 12 цехах проходит осмотр, дефектация, восстановление и сборка деталей вагонов. В этом цехе идет ремонт одного из важнейших элементов – тормозного оборудования. А на этом участке каждую деталь проверяют на наличие брака. Ультрафиолетовая лампа. Для него должна быть люминесцентная суспензия, специально разведенная на литр воды, 10 грамм порошка. То есть мы одеваем защитные очки, подходим к детали, уже должна быть намагничена. И намагниченные детали по зонам контроля, то есть суспензию наливаем и смотрим уже в ультрафиолете, есть ли наличие этих дефектов. Специалист пользуется ультрафиолетовой лампой, чтобы распознавать дефекты. Для этого в прошлом году предприятие закупило новое оборудование. Если я это пропущу, то это крушение, аварии и так далее. Именно поэтому контроль качества строгий. В прошлом году завод стал финалистом конкурса «100 лучших товаров России» за производство вагонных пар. Предприятию 111 лет и все эти годы держит марку. ВРЗ, как дочернее предприятие федеральной компании РЖД, гарантирует исправную работу вагонов, которые приезжают в Вологду даже из Владивостока. Ежегодно лечение в цехах проходят порядка 700 грузовых и пассажирских вагонов. Заказы идут со всей России. Причем ремонт вагонов для транспортировки газа, нефти и песка помогли предприятию справиться во время сложного экономического периода. Грузовых вагонов мы делаем порядка 500 вагонов в месяц. Ну и где-то порядка 150-200 вагонов в пассажирский год мы ремонтируем. В свое время завод делал только пассажирские вагоны. С 2011 года мы немножко все перестроили. Для того, чтобы выжить, нам пришлось развивать ремонт грузовых вагонов. В прошлом году прибыль на заводе увеличилась более чем вдвое и составила порядка 20 миллионов рублей. На 15% вырос объем реализации. Завод – это пример успешного развития бизнеса. Сегодня в этом убедились городские власти и журналисты. В таком необычном формате в цехах предприятия сегодня подвели экономические итоги года. Вот такое предприятие – это пример устойчивого функционирования, социального ориентирования. То есть это предприятие, которое делает экономику нашего города. Мы посмотрели, как на примере конкретного предприятия, как живут и развиваются предприятия нашего города. В целом можно сказать, что 2017 год хоть был и тяжелым, но достаточно уверенным. Наши предприятия прошли достойно этот год. По количеству предпринимателей мы видим, что количество зарегистрировавшихся предпринимателей в 2017 году по итогам даже 11 месяцев – почти 103%. Экономика пусть небольшими темпами, но все-таки развивается. В целом оборот за 11 месяцев минувшего года составил свыше 165 миллиардов рублей. На 7% больше, чем годом ранее. На крупных и средних предприятиях сейчас трудится порядка 85 тысяч волокжан. Для многих компаний социальная поддержка и участие в социально значимых проектах остается приоритетом. Так, под шефским крылом ВРЗ две школы. В 30-й предприятие помогло привести в порядок актовый зал. В 10-й идет ремонт помещений. Сейчас в числе участников городского проекта «Шеф» более 300 предприятий и организаций. В минувшем году в соцучреждения они вложили почти 11 миллионов рублей.